И привет! Сегодняшнее видео будет очень простым и полезным для тех, кто играет в Вимволд. И оно будет о том, как играть с друзьями по сети Вимволд на пиратке. Без лишних слов, приступаем. Для начала нам обязательно требуется Redmi VPN. В общем, у нас есть сеть и есть подключённые. Наши друзья, которые хотят сыграть, вот, они подключаются к нашей сети. И копируют IP-шник. Копировал? Да. Отлично. Я тоже его копирую. И в зависимости от того, кто кем является, в любом случае нам понадобится этот IP-шник. Дальше мы кидаем моды. Мы их скачим. В описании будет ссылка на скачивание модов Hermo и также мод на мультиплеер. Проблема в том, что в самом моде, который доступно скачать в интернете, есть ошибка. И эту ошибку почистил. Это не очень сложно, но там будет ошибка и не даст поиграть по сети. В общем, для вашей простоты в описании есть уже всё готовое. Итак, ставите эти все моды. Да, у нас, конечно, тут модов побольше, но не важно. В общем, мод установлен и мод на Hermo тоже установлен. Они поставлены. Вот Hermo и должен быть мультиплеер. Вот. Также, хочу отметить то, что мультиплеер несовместим с модом Remthreaded, который позволяет нескольким ядрам одновременно работать в имволд, повышая его фпс. Они несовместимы. Когда мы моды уже поставили, это делается так, что мы переходим в рабочие парки и, как в Майнкрафте, заходим в мод и просто перекидываем из загрузок. Вот примерно вот так. Мы берём и перекидываем... Боже, я не... Вот как трек, перекидываем этот. Буквально так же работает. Так. Когда мы заходим, мы можем зайти уже в загруженное поселение, уже созданное. Или можем создать новое, без разницы. Вот, допустим, зайдём вот это. Вот. Мы заходим. Во-первых, что мы делаем первым? Мы заходим в настройки, настройки модификации, заходим в мультиплеер и себе ставим никнейм. Это желательно, так как если не ставить никнейм, может быть какая-либо ошибка. Но это была в старых версиях, я не знаю, как сейчас в новых, но желательно ставить себе никнейм, да и это на самом деле проще. Далее. Когда мы уже всё поставили, мы заходим в создание сервера, убираем всё ненужное, оставляем, допустим, вот так, и вот вставляем свой айпишник вот сюда. Если мы хост. Если мы хост, мы свой айпишник вставляем вот сюда. Нажимаем создать. Далее. После создания сервера он появился. И нашему товарищу нужно зайти в мультиплеер. Далее он в прямое вставляет наш айпишник хоста. И нажимает подключение. Далее. В таком случае он нажимает Fix and Restart. После того, как у нас уже переставили все моды, вот человек у нас получается заходит. И вот он у нас появляется. Можно его увидеть уже в нашей игре. Вот он. Он себе никнейм вот не поставил. Можно увидеть у него плеер и его цифры. И также в правом верхнем углу есть такая штука под названием Чат. Для тех, кто не имеет микрофона, можно тут написать любое слово. После того, как второй игрок или больше к вам подключились, они имеют полный доступ к игре, как и вы. Также они могут отключаться, писать чат, они могут делать что с поселенцами захотят, ведь у них равные права, как и у вас. Но я думаю, гайд вам был, надеюсь, полезен. Играйте в имволд с удовольствием, особенно по сети. Думаю, это будет весело. Также, моя небольшая рекомендация по поводу мультиплеера. Мы играли в мультиплеер 5 игроками и в 5 поселений. И хочу отметить то, что есть настройка, которая позволяет делать им время в каждом поселении по-разному. Читайте внимательно. Она будет в панели при создании сервера. Она вам позволит увеличить фпс и тики каждого игрока. Проще говоря, у меньших людей будет лагать. И также еще не советую вам создавать много караванов, так как это может тоже нагрушать очень сильно. Ну а с вами был Миша. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поддержите этот видеоролик лайком и подпиской, если он был вам полезен. Или, в принципе, вам было приятно его смотреть. Всем приятного дня.